Всем привет! Хочу вам показать бой с геноцидом и с мастером стратегии. Значит, с шапсором геноцидом. Тихая пухта карта. Начала играть на синих бустах с ним. Думал я, что он перестал галдить против меня, решил попробовать на синих. Заказываем пехоту, сейчас пойдем собирать ящики по лесу. На синим бусте бежим, бежим, бежим. Пехотинца его нету на золотом бусте, я чуть-чуть расслабился. Моя пехота уже вон куда убежала, только здесь он появляется. Его пехотинец. Он бежит с такой же скоростью, как и я. Нет, я даже быстрее перебегаю. Но он без буста бегу. Он, наверное, на синие атаки бежал. Ящики он все профукал. Все свои ящики забрал. И его один забрал, здесь второй сейчас заберу вроде больше ящиков. А, нет, здесь уже нет больше ящиков. Будем теперь по морю собирать. Когда слабенько он начал, подумал, что он и вправду решил на синих бустах сыграть. То я помню, с этим игроком у нас очень жесткие золотые зарубы были. Так, отдаю я ему два ящика на море. Но это я хочу забрать себе. Забираю. И плывем за новым ящиком. Торпедный установка встречает его дельту. Фуловая дельта. Выдерживает четыре торпеды, обычно три выдерживает. Ну, то есть его как бы больше ящиков мы не собрали. Отстраиваю центры снабжения новые. Апаем штаб до третьего. Особо я не понимал, чем я играть буду. Не знал, что сейчас ждать вообще. Подумал, что вдруг он решит меня молотами орошить. То есть у меня было такое предположение, что сейчас притворится. Ну, типа будет играть на синих бустах, а потом приедут молот на голде. Вот здесь у меня разведчик в лесу видит, что он производит молоты. Один молот произвел. Ничего не производит. Потом он куда-то уехал. И сейчас опять начнется производство. Тут я пеха спалил. Случайно. Не случайно. Думал, смогут по этой кромке леса перебраться сюда, посмотреть что там. Но не получилось. Зато я увидел, что здесь два завода молотов. Три дельты уже прискакало. А у нас один завод броников. Вот. Минирую. Минки кладем. Приезжают три дельты. Начинаем их уничтожать. Тут блин. Четыре дельты. Три молота. У нас три броненосца. Лопаются мои броники. Почти фуловые. 20 ранг. Он проезжает дальше. На базу. Ну, вроде как атака слабая. Должна двиться. Тут еще молоты приехали. Вот здесь. Сейчас. Уразю. Нужно убрать заказ пехов. Отдать ему казарму, чтобы он вперед проехал на мины. Все. Проехал. Подорвался. Еще один молот подорвался. Бланшотец один на моих минах. Видимо, они полностью прокачаны. А может полностью прокачаны. Не знаю. Ну, обычно. Бот двадцатого ранга на моих минах не уничтожал свой молот. Он жива. Так. Ну, вроде как отбили от его волны. Начинаем класть минок побольше. Он не дает мне это сделать. Опять втравляет свои юниты. Клепает. Все вроде как на синих густах играет сейчас. Ну, производит сколько должен. С трех зловодов техники. Играем на синих пока что. Здесь у меня уже хамелеон готов. Под хамелеоном с броненосцами начинаем атаковать. Тут приехал еще молотодельт. Реконструкцию. Электростанция. Вот здесь отстраиваю новые. Вот. Ну и как бы все. От хамелеона он уже вряд ли что-то сможет сделать. Молотками его только электростанция выбить. Но у меня уже запасные стоят. Еще можно буст включить электроэнергии. Можно еще электростанцию потерять спокойно одну. Вот. Начинаем минировать. Минирую. 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 Он видит это думаю. Без остановки. Клепает и клепает. Молота дельта. Ну вроде как успокоился. Я так по камере подумал. Там стоят молотые что-то. А мы улучшаемся до ягуаров. Потому что у него заминка. Но я бы он тоже пошел в тяжелую сверху. Сколько это в четыре центра снабжения было? У нас больше шести. Семь наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Собираюсь в одну кучу и идем атаковать его армия. Встречаем один молот. Видимо разведчик молот. Уничтожаем. Завод еще второй до ягуаров улучшаем. Мы отправляемся в атаку. Вижу Зевс. В принципе это нормально. У меня уже ягуары есть. То есть по сути вроде как все нормально получается пока что. Начиная с холма атаковать. Град разрядился по пехотинцам. Мы уничтожаем завод Градов. Потому что не хочу я выходить в Бамот или в Крещен для уничтожения Градов. Я решил сразу уничтожить этот завод. Ну и броники под Хамелеоном начинают ломать Зевса. Но Зевс у него что-то много получилось. Мне уже здесь подозрения вызвали какие-то. Что-то здесь не так. Четыре Зевса. А у меня два ягуара всего. Не знаю. Может конечно не бустил. Может бустил. Не понял я. Поехал Зевсами крушить дальше меня. Вижу уже шесть Зевсов. Что-то как-то совсем странно. У меня три ягуара. А у него шесть Зевсов. Еще он дельт. Придел. Чтоб пять. Шесть. Он просто на торпедную установку мою налетел. Снес торпедную установку дельтами. Тут я уже начал подозревать что он походу все-таки начал бустить против меня. Слишком много Зевсов за короткий промежуток времени. При том что центр снабжения у меня больше чем у него изначально было. Ресурсов он особо не собрал по карте. Ну там на море три ящика он собрал получается. Зевсов отразился на молотки. А тут такую пачку Зевсов пригнал. Потому что он постоянно тратился на дельты. На молоты. Здесь тоже начал. Ладно фиг с ним. Буду колдить туда. Фиг вы знаете чем он играл. Может и правда синька играл. У страха глаза велики. Поэтому он пришел на голду. Торпедную установку не могу поставить мне на строй двор. Оничтожили сверху. Вот уничтожаю аэродром. Чтоб не мешался. Потом он мешает ездить Ягуаром. Уничтожает мне центр снабжения. Ой фиг с ним. Будет на один меньше. Вот. Красное производство. Экономим чуть-чуть. Надо все-таки с боев в плюс выходить, а не в минус. Тем более противник на один ранг ниже. Вот. Ухожу в завод диких. Потому что у меня подозрения появились, что там вертексы будут. Вот. Тут Зевс что-то поймал. Зевс, которые не были готовы к атаке. Они наехали. Ягуаром они наехали на раскладку Зевсов. Которые не было готовы отбивать ИГХ. Но он потратил там несколько секунд на реакцию. И в итоге я успел несколько Зевсов убить. То есть постоянно пытаюсь вот так вот нападать. Тогда противник не готов к этому. Тут уже Викинг приплыл. Второй Викинг. Зевсы пачка. Града опять. Достаточно быстро он выходит во все что только можно. Сколько у него сейчас центр снабжения надо будет посчитать сейчас? Ну как бы здесь он проиграл уже понятно. Четыре. Пять. Центр снабжения. У нас с самого начала семь было. Три. Три. Семь. То есть достроил позже центр снабжения. Улучшается. Улучшается да. Ну и все как бы победа. Как то так. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи.